Итак, всем добрый день. Мы начинаем пресс-конференцию. Пресс-конференция на тему «Руководство грозит уволить пожарных, создавших профсоюзы». Более подробно о ситуации расскажут наши спикеры. Александр Жиренок, начальник караула 3-й государственной пожарной спасательной службы. Денис Кравцов, начальник караула 1-й государственной пожарной спасательной части. И Николай Кокарев, командир отделения 1-й государственной пожарной спасательной части. Здравствуйте. Для начала давайте расскажем о том, с чего, собственно, началось. То, что происходит сейчас. На сегодняшний день в нашей службе накопились вопросы, которые не решаются годами. Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что без создания и участия профсоюзных организаций эти проблемы решения так и не найдут. Поэтому в январе 2016 года инициативная группа, не нарушая действующее законодательство, создала общественную организацию, которую впоследствии взял на профсоюзное обслуживание профсоюз государственных учреждений, работников государственных учреждений Украины. Мы прошли регистрацию в Министерстве юстиции Украины, получили госномер в Державном реестре предприятий и организаций. У меня есть с собой эти документы. Скажу также, что в Украине создано уже 11 таких же организаций, как наша. Они успешно действуют и у них налажен контакт, как с руководством главных управлений в своих областях, так и с руководством государственной службы. Налажена переписка и идет контакт. Еще 9 областей проходят регистрацию. Когда все документы наши были собраны и все было готово, мы пошли на встречу с руководством управления с целью оповестить их о нашем создании. После чего в гарнизон была спущена телефонограмма, извещающая весь личный состав, офицерский состав, о якобы нелегитимности нашей организации. И начались предприниматься следующие действия. Руководствами райотделов, руководством частей проводятся беседы с личным составом с целью дискредитации нашей, с целью оповещения людей, что мы являемся нелегитимной организацией, с целью того, что с нашей организацией сотрудничать, вступать в нее ни в коем случае нельзя. Иначе изъявившие такое желание будут либо уволены, либо перед ними будет стоять задача искать себе другое подразделение, в котором они могут работать. Поступают звонки от руководства родственникам наших сотрудников, допустим, молодых, которые являются членами нашей организации. и их родственников оповещают о том, что их сын является членом какой-то организации, которая является незаконной, что приводит к тому, что этих молодых сотрудников, скажем так, эта ситуация отталкивает, пугает и не способствует развитию вообще в целом нашей организации как таковой. Затем есть такой факт, как участились проверки по частям. Конкретно по нам заведены несколько служебных расследований, которые ведут специалисты райотделов, либо специалисты управления нашего. На данный момент, скажем так, вот такая вот программа гонения нашей организации осуществляется руководством. Да, собственно, я скажу, какие вопросы мы ставили перед собой, что мы хотели отстаивать, когда создавали эту организацию. Вот вопросы, которые не решаются годами. Допустим, это страхование личного состава, то есть личный состав пожарных частей, участвующих в тушении пожара, в ликвидации через всяких ситуаций, не застрахован. В случае, если, не дай бог, произойдет какая-то травма, она будет в лучшем случае, заставляет оформлена как бытовая, а не произошла при ликвидации тушения пожара. Сотрудник не получит никакой компенсации, его родственники тоже ничего не получат. Это вот один из первых вопросов. Оборудование, с которым мы работаем, это образцы 70-х, 80-х годов. Ничего не меняется годами, короче. То есть продолжает основным нашим средством для разбора зданий, сооружений, это продолжает создаться лом. Простой лом 70-го года выпуска. Далее. Оборудование изношено полностью, техника изношена. Это все 80-е годы прошлого столетия. Значит, все подходы к решению этих задач, к решению задач за призначением, они все устарели, и считается так, что все, что было хорошо 60 лет назад, хорошо и сейчас. Это один из таких основных вопросов. Далее. Медицинское обслуживание, психологическая помощь сотрудникам, которые пострадали или просто участвуют. Все это не на должном уровне, либо отсутствует вообще. Вот поэтому, проанализировав все эти вещи, мы решили создать такую организацию, которая была бы мостом между рядовыми сотрудниками и управлением. В результате мы получили вот такой отпор. Еще, Денис, вот есть информация, вы говорили о том, что в том числе вас заставляют скрывать травмы, полученные на работе. Да, я же сказал, что это ни для кого не секрет. Это сотрудники, получившие травмы на пожаре, это и в нашем подразделении такое было. Их не просто скрывают, их уговаривают написать рапорта о том, что травма получена в быту. То есть не при ликвидации чрезвычайной ситуации пожара, а в быту. Соответственно, допустим, пожарный получил травму, он не получил страховку, он не может выполнять, допустим, свои функциональные обязанности. В результате он просто уходит, как отработанный материал. Он никому уже не нужен. Работать он дальше продолжать не может, страховку он не получает. За ним закрываются двери, и всё, на этом его служебная деятельность заканчивается. Вот эти вот права и другие вопросы мы хотели отстаивать в нашей организации. И вот сегодня мы обращаемся к министру внутренних дел, господину Авакову, с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и защитить наши конституционные права, потому что мы считаем, они нарушены, короче. Ещё два слова скажите, пожалуйста, по комплектации экипажей, которые выезжают. Они не всегда, в них не всегда достаточно людей. По комплектации, я скажу так, даже историческую справку, которую давал нам один из начальников райотдела, в 80-е годы личный состав караула составлял порядка 19 человек. В то же самое время управление, это было порядка 40 человек. Вот прошли годы, теперь количество личного состава в караулах сократилось до 14-15 человек. В то же самое время аппарат управления вырос до нескольких сотен. Посчитать, сколько людей, даже невозможно. Понимаете? То есть, по сути, на дежурную смену в дежурный караул заступает недолжное количество людей. Люди болеют, люди уходят в отпуск. Поэтому на пожар выезжает не 7 сотрудников, а зачастую 4, а иногда и меньше. Поэтому даже несложные пожары приходится привлекать в другие подразделения, повышать номер. И учитывая то, что оборудование, с которым мы работаем, оно никакой критике не поддается. Поэтому получается, что на тушение какого-нибудь дома обычного, приезжает 5-6 подразделений. Скажите еще, пожалуйста, по поводу того, какое количество людей входило в объединение? И столько же людей осталось после того, как руководство стало воздействовать своими способами? Нет, на сегодняшний день наше количество уменьшилось из-за таких действий, из-за того, что родственники некоторых наших ребят настояли на том, чтобы они прекратили свою общественную деятельность. Четыре человека на сегодняшний день покинули нашу организацию. Коллеги, пожалуйста, если есть вопросы, поднимайте руку, я подойду с микрофона. Денис, к вам вопрос. Вы говорили о том, что оборудование устаревшее, на котором вы работаете, что какие-то необходимые вещи могут отказывать во время выездов. Как это влияет на качество вашей работы, раз, и как это влияет на безопасность харьковчан? Это влияет напрямую. Понимаете, сейчас ни для кого не секрет, да? Здания стали многоэтажные, 25 этажей. Дзержинский район, сейчас Шевченковский, другие районы. Шум, если мы говорим об оборудовании, значит, в Харьковском гарнизоне существует всего одна автолестница, ей 20 лет, находится в Московском районе, которая в состоянии подать, спасти людей до 16 этажа. Все, кто проживает выше 16 этажа, находятся в потенциальной опасности, потому что у нас нет технических средств для того, чтобы спасти их по лестницам. Аппараты, в которых мы работаем, это, опять-таки, им по 20 лет. Они отказывают на пожарах, это ни для кого не секрет. Значит, оборудование, с которым мы работаем, не предусматривает, вот мы не можем попасть, допустим, в бронированную дверь, это является для нас непреодолимым препятствием. То есть ни одна из частей города не укомплектована современным оборудованием, ни для вскрытия дверей, ни для еще каких-то. У нас нет пил, у нас нет бензорезов. Мы крышу не можем разобрать, понимаете, корень? Вот сейчас такая, вот эти риски, они и для пожарных, и для людей. То есть, по сути, харьковчане находятся в недостаточно безопасном состоянии со стороны пожарной охраны. Мы не можем предоставить сейчас, на сегодняшний момент, качественные услуги в этом отношении. Спасибо. Вопрос. Скажите, пожалуйста, какие преимущества получат пожарные, которые вступят в вашу организацию профсоюзную? Скажите. Первое преимущество – это защита их социальных прав. То есть, ряд вопросов, которые остались не решены, они даже не требуют материальных вложений никаких. А они решаются только лишь потому, что никто не берется почему-то их решать. Ну, к примеру, по регламенту. Если даже там нам говорят о том, что какие-то есть нормы по ненормированию нашего времени рабочего, то мы таких норм не нашли. Все документы, которые регламентируют нашу деятельность, говорят о 40-часовой рабочей неделе. У нас же учет рабочего времени не ведется, того, которого мы потратили больше, чем при заступлении на дежурство. Все мероприятия, связанные со служебными подготовками, служебными совещаниями, тренировками, учениями – все это почему-то в табелях рабочего времени не учитывается, не фигурирует. Потом нет правильной логики в построении отношений. У пожарных не спрашивают, что они хотят, чем они хотят работать и какое оборудование для них лучше. Спросили только на совещании, какие хотят берцы. И то из-за того, что средств очень недостаточно, пришлось купить другие руководства, потому что этих бы они купили намного меньше и одели бы меньше людей в более качественные изделия, так скажем. Собственно, мы хотели диалога между простыми пожарными, начальник и коров, которые в частях. Мы хотели диалога между ними и руководством управления. Потому что, вы сами понимаете, мы все носим погоны, форму, и диалога на равных не происходит в этом случае. То есть мы хотели, чтобы эта организация, вот эти вопросы, и таких вопросов еще много, решали не в плане начальник-подчиненный, а чтобы была еще какая-то третья сторона. Ну, не получается пока на сегодняшний день. Денис, вопрос к вам скорее. Насколько я знаю, при проектировании 24-этажки было поставлено техусловие о том, что пожарная часть Московского района должна получить, ну это еще при советской власти, машину с лестницей, способной эвакуировать людей с 24-го этажа. Почему сейчас при проектировании новых зданий в 25-этажей, в 20-этажей и так далее, не получают условия, подобные условия пожарные части? Ну, это вопрос, наверное, не совсем ко мне. Я не знаю, почему. Все в финансировании, все упирается в финансирование просто. Нам говорят, нет денег, все, нет денег. То есть даже та лестница, которая существует, она одна на весь город Харьков. То есть есть лестницы, которые меньше, они достают до 9-го этажа, это стандартная АЛ-30, понимаете? Но учитывая застройку сейчас, учитывая припаркованные автомобили, деревья, масса вопросов, она не может иногда встать и спасти людей. Все, что выше, все, что выше, это вообще никак не решается. У нас нет... Ну, наверное, он где-то есть, но я думаю, что все упирается в финансовую составляющую. Я прошу прощения, я понял смысл вашего вопроса. Дело в том, что он к нашей компетенции не относится. Этим занимается нормативно-техническая база нашей службы. Мы являемся ликвидаторами и стараемся в другие епархии не лезть, потому что в свои надо достаточно много знать. Все учения, которые были проведены в последнее время, вот были и такие, в Жестенковском районе недавно проводились, с нашим подразделением учения. Они показывают о том, что люди, проживающие или работающие в зданиях выше 16 этажей, они практически находят, они потенциально в опасном состоянии работают. То, что с оборудованием проблемы, это мы поняли. Скажите, сколько ребят поддержали, сколько спасателей поддержали вашу организацию, ну, вошли в состав, да, вот у нас пожарных очень много на самом деле, да, в области. И второй вопрос, какими именно способами вы собирались решать нерешаемые вопросы? То есть это юридическое сопровождение, да, там к вам приходит человек, говорит, там, ненормированный рабочий день и так далее. То есть подробнее, пожалуйста. Да, да, совершенно верно, правильно говорите. И юридическое сопровождение, и просто помощь в решении других многих вопросов нашим коллегам. И как любая профсоюзная организация может оказать в какой-то нужной ситуации финансовую помощь. И так как мы вошли в состав общеукраинской организации, мы рассчитываем на их поддержку в решении наших вопросов. И также это могут быть какие-то и мероприятия, связанные с детьми, с семьями. Мы ведь не одни, действительно, ведь нас и Запорожье поддерживает, и Киев, и Полтава, и Ужгород. То есть ряд областей Украины эти же вопросы подняли, объединились и пытаются как-то влиять на ситуацию. Как минимум, для начала мы хотели какого-то диалога, если вдруг не все понимают. А ситуации, например, ну для примера, вот вы, по сути, заданных вами вопросов, какие конкретно ситуации и как решать. К примеру, водительский состав наших подразделений проходит ежегодное медицинское обследование. Согласно законодательству, за это медицинское обследование должно платить государство, потому что там входит в перечень этих мероприятий ряд платных позиций. У нас такая оплата не проводится, и водительский состав ежегодно там платит со своего кармана за прохождение этого медицинского освидетельствования этого. Например, наши товарищи из Запорожской области уже решили этот вопрос, просто-напросто обратившись со своим письмом о своей организации в Главное управление и получили от него ответ на то, что в прошлом году они это сделали, и получили ответ, что на 2016 год уже такие средства заложены в бюджете Главного управления. То есть вот для водителей уже первый плюс, не надо будет платить со своего кармана. И все-таки сколько человек в вашей организации? На сегодняшний день 22 человека в нашей организации по Харьковской области, да. Это начальники караулов каких-то? Нет, не только. Это начальники караулов, это командиры отделений, пожарные, водители. Но не старшей должностью, чем начальник караулов. Вот так получается. Не каждый захочет к нам записываться, если на каждом разводе с утра начальник части, допустим, говорит, показывает документы о нашей нелегитимности и о том, что ему придется поискать себе другую работу. Какие это документы? Это телефонограмма, которая официально спущена во все подразделения гарнизона в виде разъяснения, которое говорит о том, что, ну, выкладывает факт нашего обращения к руководству управления, о том, что мы написали письмо, в котором просим провести разъяснительную работу среди подразделений гарнизона, о нашей законности и он уможливает этот иск на членов нашей организации. То есть юридический отдел нашего управления, он, проверив все, как они считают, документы, дает оценку решению Министерства юстиции о нашей регистрации. Понимаете? То есть он ставит под сомнение решение. То есть Министерство юстиции Украины вот 11 раз ошиблась, допустим, по их мнению, и зарегистрировало незаконную организацию. Да, ситуация так и выглядит на самом деле. С какой стороны на нее не посмотреть. Значит, 22 человека у нас сегодня. Это меньше 1% отличного состава гарнизона. Но мы думаем, что как бы нам некоторые наши возможности помогут нам решить эту ситуацию и все-таки добиться идеолога с руководством и наведения порядка во всех сферах, о которых мы говорим. Вопросов можно очень много. Можно уточняющий вопрос. Есть ли взносы какие-то? Да, как любая профсоюзная организация, 1% от заработной платы члены платят на ее существование. У нас пока это канцелярские расходы и тому подобное. Нет, мы обратились. Почему? Мы обратились в управление, да? Нет, ну... Ну, отказано было. Николай, вы хотели дополнить? Ну, я хотел дополнить по количеству людей, Саша уже сказал этот момент. Да? Вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, часто ли бойцы получают травмы? Есть ли среди них инвалидизирующие? В том числе, какие травмы? Ну, как сказать, часто или не часто. Понятие частоты – это момент сравнительный. Поэтому, ну, можно сказать, что достаточно часто. Зачастую, можно сказать, что даже, ну как, даже, может быть, сами где-то что-то недосмотрели. Ну, в любом случае... Да, но тем не менее, вся ситуация, которая сложена вокруг этого процесса, она способствует этому. Потому что, вот, например, согласно всех нормативных документов, которые нашу оперативную работу регламентируют, на каждой автоцистерне должно находиться четыре пожарных. По штату части тогда бы, например, у меня в карауле было бы 19 человек. Вот. У меня в карауле 12 человек. И сейчас приходит с учебного центра 13-й, вот, молодой сотрудник. Это по штатному расписанию части. То есть, сами штаты созданы таким образом, что людей меньше, чем... То есть, дополнительная нагрузка на тех, которые выезжают на пожар. Один человек работает за троих. Естественно, он вынужден нарушать какие-то правила безопасности. Ну что, пожар, это, ну, ведь нестандартная ситуация. Понимаете? Да, достаточно часто. Но всякие порезы, они уже даже не считаются. То есть, перелом, еще что-то, это происходит почти, ну, довольно часто. В любом случае... Тяжелые травмы. В любом случае, да, были сотрудники, которые и гибель у нас была на пожаре, и травмы получают. Ну, я же говорю, если это что-то как бы незначительное, то будет попытка оформить это все, ну, как бытовая травма. Ну, если это уже что-то зачем, из ряда вон выходящие гибли сотрудника, ну, тогда да, никуда не денешься. Проводится служебное расследование. По мелким всяким случаям, то есть, человеку говорят, либо ты пишешь, что ты совершил это в быту, либо ты нарушил технику безопасности, по тебе проведется служебное расследование, а ты в любом случае будешь виноват. Оно тебе надо? Говорит, нет, мне не надо, я лучше скажу, что я дома с яблони упал, все. Скажите, пожалуйста, я правильно поняла, отпор профсоюзу это примета Харьковской области, других областей? Нет, это не только, это не только Харьковской области, просто у нас почему-то на фоне этого какое-то возникло очень реактивное такое противостояние. Хотя до этого факта, в принципе, мы общались с руководством гарнизона, они слушали нас, какие-то выводы делали, исходя из наших слов. А после нашего представления, как профсоюзная организация, вот именно начались все эти процессы. Так же точно было и в других областях, ну не так, но похожим образом, и в Полтавской области, и в Запорожской области, и в Черниговской области. Нет, ну такого противодействия длительного оказано не было нигде. Все здесь восприняли настолько в штыки, мы не ожидали, честно говоря. Скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, вас воспринимают штыки? Ну, давайте я тогда отвечу на этот вопрос. Мы задавали непосредственно при личном общении такой вопрос, почему руководство против, почему они не видят здесь никакого рационального зерна, на конкретно такой вопрос ответ нам не был дан. Поэтому, в принципе, его вы, как представители средств массовой информации, можете переадресовать непосредственно той стороне, которая на данный момент сейчас здесь не присутствует, и спросить это у них? Ну, взагалей считается, что все в порядке. То есть, вот сейчас официально по райотделам разосланы документы о том, что, как бы, покажите рапорта личного состава, который писал о своих проблемах, они не были рассмотрены. Ну, то есть, естественно, таких рапортов в 98% случаев нет, и поэтому основания, как бы, для создания этой организации вообще какого-то диалога нет. Ну, все же было в порядке, вот так. Ну, все в порядке, в чем проблема? Зачем вы организовали? Я сделаю историческую, скажем так, небольшую ремарку. Приблизительно год назад, после резонансного пожара на БРСМ в Киеве, пошла волна наших коллег о снятии, скажем так, роликов и извещению общества, да, непосредственно о том, в каком состоянии находится пожарная охрана, скажем так, того или иного города или области. Мы тоже отсняли наши, скажем так, ролики по текущим наболевшим вопросам, то есть, тем самым, в принципе, мы уже эту информацию выносили на всеобщее рассмотрение. За это, естественно, тоже с нами были проведены беседы о том, что мы делаем незаконные вещи, сняли и показали обществу, показали налогоплательщику, непосредственно тому лицу, который платит, собственно говоря, нам зарплаты, да, в каком состоянии находится пожарная охрана. И еще один момент. Сейчас каждый резонансный, скажем так, пожар, более-менее резонансный пожар, так или иначе показывает минусы те, которые есть у нас. Но хотим отметить момент, что в нашей профсоюзной деятельности нету цели оказания противодействия нашему руководству, которые, возможно, видят это. Наши цели, как уже отмечали коллеги, являются налаживанием взаимодействия, оказанием, скажем так, и оказанием помощи со стороны профсоюзной организации в решении этих вопросов. Ведь во всем цивилизованном мире, в Европе, да, все эти профсоюзные организации есть. Они работают, и они работают в целом на благо и той организации, в которой создан этот профсоюз, и на благо общества, которое они обслуживают. Поэтому есть здесь рациональное зерно. Его, скажем так, нужно увидеть, и, как нам представляется, его нужно поддерживать. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Из перечисленных вами проблем, очень много проблем, это реально уголовные преступления. Скажите, пожалуйста, вы обращались в прокуратуру, в КРУ, в какие-нибудь правоохранительные органы за разрешением этих вопросов? Нет, мы никуда не обращались, потому что все нужно, когда такие вещи, все нужно доказывать, да, нужны документы, нужны свидетели. У нас до этого не доходило никогда. То есть ни один пожарный никуда никогда не обратится в этом проблему. Он бы, может, и хотел сказать, о чем у него там наболело, накипело, есть какие-то проблемы, но у него нет такой возможности. Мы хотели, да, быть как бы рупором в этом плане между нами и руководством, между простыми пожарными. Хорошо. Конечный результат того вот сегодняшней вашей пресс-конференции, чего вы хотите добиться? Сейчас мы пойдем к вашему руководству задавать вопросы. Они нам скажут, у нас все хорошо, вы ошибаетесь. Какой результат вы хотите получить от сегодняшней встречи с нами? Результат сегодняшний, конкретно нашего собрания здесь с вами, да, это доведение этой информации до министра внутренних дел Арсена Вакова, что он, как непосредственно наш, скажем так, начальник, увидел эту ситуацию и помог в целом нашей службе в этой ситуации разобраться. Ну и мы бы хотели, чтобы прекратили на нас оказывать давление какое-то. Вы понимаете, человек не может нормально выполнять свои функциональные обязанности, если он знает, что по нём проводятся регулярные служебные расследования, если по нём у него какие-то регулярные проверки, его куда-то всё время вызывают, дёргают. Вот, может ли он работать в такой среде? Нет, не может, король. Спасибо. Коллеги, есть ли ещё вопросы? Если нет, тогда спасибо, мы будем заканчивать. Спасибо вам. Спасибо, что вы рассказали, будем следить за этой ситуацией. И я напомню, что наш пресс-центр – это открытая площадка, поэтому все стороны этой ситуации без проблем могут высказаться у нас. Спасибо. Спасибо.